Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На голосовании проект покинул новенький Евгений Нечипуренко. Ольгу Рапунцель отправили в изолятор прямо с лобного места на целую неделю. Причина пока неизвестна, но зрители предполагают, что это из-за ссоры с Ксюшей Бородиной. Компанию Рапунцель составил новый участник Александр Вейс. Рапунцель пишет. Вчера меня изолировали на 7 суток. Я вообще в шоке и в недоумении. За что? У меня такое ощущение, что всему виной Саша. Нехороший он человек. Мне так обидно, я тут без косметики. Все запрещено, во всем ущемляют. Пришли ребята, стали надо мной прикалываться. А Саша меня даже не защитил и тоже начал смеяться вместе с ними. С таким отношением ко мне он меня не достоин. В изоляторе также оказался Влад Кадони. Андрей Черкасов и Илья Ябаров его туда упрятали. Саша Каритонова продолжает свою актерскую деятельность. Девушка улетела на съемки в Вильнюс. Ведущая Дома 2 Оля Бузова решила освоить еще одну профессию. Ей мало того, что она ведущая, писательница, дизайнер, она еще хочет стать и продюсером. По словам Бузова, ей часто предлагают начинающие музыканты прослушать свои треки. Бузова считает, что она не хуже, чем Тимати. Как известно, он успешно совмещает свою сольную карьеру и работу продюсера. А на «Острове любви» Саша Задойнов не может определиться, кто ему больше нравится – Марина Мексика, Мадина Кузаева или Лиза Кордобовская. Марина Мексика пишет, «Поскольку Саша не может определиться в выборе невесты, он решил поступить как настоящий мужчина. Подарил мне Мадине и Лизе по букету роз. Он предложил создать график, чтобы каждая из нас ночевала с ним по определенным дням, чтобы никого не обидеть. В отличие от девочек, я сразу поддержала это предложение, тем самым доказав, что я его не ревную. Это отличный шанс для Саши понять, кто же ему все же нужен». Ваня Барзиков был на свидании с Ириной Пинчук. «Мы с Ирочкой поехали на свидание, Иришка мне нравится за ее веселое настроение. Она очень хорошенькая девушка, и, наверное, я уже сделал свой выбор». А теперь расскажем о бывших участниках проекта. Ольга Гожиенко поделилась с поклонниками своей проблемой. Ее преследует одна из фанаток. Оля пишет, «Ей показалось, что она может мне указывать, как жить, что носить, кого любить». Она стала лить негатив про маму, сестру, а потом и мужа. Оля попросила фанатку оставить ее в покое, а позже даже заблокировала. Однако девушка регистрируется под новыми аккаунтами и оставляет негативные комментарии, а также пишет гадости в личную почту Оли. Гожиенко попросила совета у подписчиков, как ей с этим бороться. Другая бывшая участница, Маша Адоевцева, после расставания с мужем, стала искать поддержку не у близких людей, а у Бога. Она посещает церковь, публикует посты о Боге. На очередном видео, которое она опубликовала в своем микроблоге, Маша и ее дочь Лиза поют вместе молитву. Зрители стали беспокоиться, потому что такое увлечение религией может плохо сказаться не только на Маше, но и на ребенке. Оксана Рязко наконец-то нашла свою любовь. Она сейчас отдыхает в Париже. Ее любовь взаимная. И в новом выпуске журнала Дом-2 она расскажет о своем избраннике. Настя Лисова опубликовала первую фотографию с новым носом после ринопластики. Как вам, спросила она подписчиков? Подписчики же сошлись во мнении, что это ужасно. Многие пишут, что теперь Настя похожа на Майкла Джексона. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.